В мастерской народных ремесел Мелман Зарана этнокультурного центра трудится мастер Надежда Дуркина, руководитель клуба Параскева, автор проекта из зерен мастерства древо ремесел, программы ткачества и истинный ценитель традиционной культуры. Она является создателем уникальной коллекции русских народных костюмов и платьев. Межда Яковлевна, скажите, пожалуйста, с чего все началось? Началось все, вот эта вся культура русского народа пошла от того, что я попала на мастер-класс по изготовлению куклы. А просто, чтобы сделать куклу, надо еще, кроме того, что ее основу сделать, надо ее одеть. И правильно одеть. Есть определенные семь признаков отличий даже девки от женки. Вот, и плюс по национальности отличия того или иного костюма, вот, по цвету, по тканям и по технологии изготовления. И прежде чем сделать, естественно, маленький костюм, попробовав сделать и на куклу, заразилась этим и начала делать костюмы с куклой на большое изделие. Вот этот первый мой сарафан, который я шила по традициям, по всем правилам традиции пошива костюма. Кстати, название сарафан не русское, а персидское и обозначает «одетый с головы до ног». Оно впервые в русских источниках упоминается в XIV веке. Есть интересный факт. Термин сарафан первоначально с IX по XVI век обозначал мужскую длинную распашную одежду. И только с XVI века этим термином стали определять женский наряд. Первый сарафан Надежды Яковлевны – это прямой, самый модный сарафан второй половины XIX – начала XX века. На севере, в Сибири и на юге его нередко называли москвичом или москалем. Модницы шили его из ярких, покупных лапчатобумажных, шелковых или шестяных тканей, украшали галунами, лентами, кружевами и бахромой. Крой был самый простой. Прямой. Прямой сарафан. А он же не прямой. Он прямой. Он шьется из нескольких полотен. Ширина сарафана от 3 метров и более до 4,5. То есть мужчина приобретал 8, от 8 до 10 полотнищ, а плотно было шириной 50 сантиметров, и это все сшивалось на ярмарках. Но раньше, естественно, девки делали себе сами ткали, потому что этим рукоделием начинали заниматься с 5 лет. Начинала девочка готовить свое приданное, как только иголку в руках держать научилась. С 5-6 лет садилась за прялку и в течение всей своей жизни до замужества должна была готовить себе приданное. От свадебного сарафана до повседневного. И складывать это в отдельный сундук. Все сарафаны девушка шила на всю жизнь себе, потому что в замужестве она только могла сшить костюмы для детей и для мужа. Поэтому приданное она готовила на всю жизнь. Например, в свадебном сарафане девушку венчали и хоронили уже бабушку в этом же сарафане. Свадебный сарафан русской невесты был настоящим произведением искусства. Сарафаны искусно вышивались золотыми нитками, украшали бисером, тесьмой и отделывались золотом и серебряным шитьем. Неудивительно, что свадебный наряд на Руси для знатных невест отличался особенным богатством и роскошью. Шился он из парчи и оторачивался с дорогими мехами и жемчугом. Нередко вес таких нарядов доходил до 15 килограмм. Но стоит отметить, что наряд русской красавицы состоял не только из сарафана, но и передника, а также рубахи. Например, у русских были ластовицы под мышками, которые давали свободу для движения. Были полики, которые оформляли ключевой срез и горловину. Это был оберег женщины, потому что считалось, что порча или какие-то сглазы мог попасть через горловину, через плечи, через руки и через низ рубахи. Поэтому это все оформлялось вышивкой и вышивка считалась как оберегом. Но если посмотреть по внешнему виду, здесь стан, то есть это рукава. Верхняя часть у рубах называлась рукавами, так же как и у коми. А дальше шел стан, то есть прямое полотнище. И оно пришивалось вручную. Вообще вся эта рубаха сшита вручную на швейке. Вся вручную у нее сшита. Таких уникальных народных костюмов у Надежды Яковлевны несколько. Причем сшиты они вручную по старинной традиции. Вот этот предмет называется швейка. Это первая швейная машина, которая использовалась на Руси. Вручную прикреплялась к этой болваночке и шилась все вручную. Вот этот сарафан тоже полностью весь сшит вручную. По всем технологиям, которые использовались нашими девушками. Это получается вот так они ложили сюда? Булавочкой закрепляли, садились как на прядку. Вот булавочкой закреплялось это все. Грубо говоря, вот шовчик. Вот мы закрепляем. Натягивалось и шилось. Мастер народных ремесел показывает еще один вид женского платья. Косоклинный сарафан. Общий силуэт этого типа сарафана трапециевидный. Кроме основных полотниш, спереди и сзади обязательно наличие косых боковых клиньев. Отсюда и его название. Низ сарафана расширялся за счет вот этой вставки. Было от одного до двух, а то и до трех клиньев. Потому что объем нужно было делать три. Здесь вот это единственный сарафан, алонежский, величина которого была, видите, всего чуть больше метра. Потому что здесь всего вставлялся, особенность такая интересная, всего один клинь. И вы даже вот, если посмотреть, вы не видите, где идет стыковка на спинке. Да. Клина. Вот один. Вот шов. И его даже незаметно. Большинство косоклинных сарафанов, сохранившихся до наших дней, шиты на подкладке. Обязательный элемент подобных платьев – небольшой выступ на спинке, к которому пришиваются лямки. Такие выступы с лямками имели различные названия – вилка, мышка, пройма, но чаще всего именовались лягушкой. Какой шить сарафан, косоклинный или прямой решала сама будущая невеста. Главное, чтобы их было не менее десяти. Ведь на Руси к приготовлению приданного относились довольно серьезно. Его наличие было обязательным условием для выхода замуж. Чем больше приданного, тем выше спрос на невесту. И, соответственно, больше претендентов на ее руку и сердце. Выбирали ее по ее приданному. Смотрели как сват, так и сватья. По сват обычно смотрел куклы, приданная кукол. А уже мама, жениха смотрела, какая рукодельница ее была будущая невестка. При том, что, например, брали девушку венец, да, это вот головной убор, венчальный. Он обозначал, что венец – это вот как бы работа на синокосе, на жатве. И в дом появлялись еще одни руки, которые могли работать. А семья теряла рабочие руки. Поэтому обязательно должен быть выкуп за девку. Приданное будущее невестке оценивали не только по количеству, но и по качеству. Учитывалось все – аккуратность швов, количество декора, вышитых и вытканных узоров. Кроме одеяния для себя, девушка должна была приготовить более 30 расшитых столешников и полотенец. А также шить пояса и узорные полотенца в качестве подарка для жениха и его семьи. Вообще, про славянскую культуру, по словам мастера Надежды Дуркиной, можно говорить бесконечно. Ведь по костюму о хозяйке раньше можно было многое узнать. Например, замужем девушка или нет, из какой она семьи бедная или богатая, хорошая ли она мастерица. И, казалось бы, нынешняя одежда уже ничего не скажет о своей владелице. Но нет. По современной коллекции Надежды Дуркиной, которая включает в себе элементы народного декора, можно узнать не только о богатстве русского костюма, но и большой любви мастера. Который возрождает.